Те конструкторы данных, с которыми мы работали до сих пор, были устроены очень просто. Они представляли собой обычный простой идентификатор. Ну, например, True или Error. Однако у конструкторов данных могут быть аргументы. В этом случае говорят, что это тип произведения. Давайте посмотрим, как они устроены и почему они называются произведением. Перед нами тип данных, который зовется Point. У него один конструктор, потому что вертикальной черты нет. Этот конструктор данных называется Pt. Конструктор типа Point, конструктор данных Pt. Два типа, которые указаны после этого конструктора данных, объявляют нам, что этот конструктор данных принимает два аргумента типа Double. Если мы посмотрим на саму по себе функцию Pt, на сам по себе конструктор Pt и спросим про его тип, то мы увидим, что этот конструктор выглядит и ведет себя как функция, принимающая два аргумента типа Double, а возвращающая значение типа Point. С точки зрения пользователя, это действительно функция. Например, для того, чтобы создать некоторую точку, мы просто передаем туда значения 3 и 0 и, скажем, 4 и 0. Два значения типа Double. Вот мы получаем некоторую точку. Ну и, естественно, что стандартная ошибка, связанная с тем, что мы точки не можем выводить в консоль, а может быть исправлена с помощью ключевого слова Deriving. Давайте напишем его. Deriving Show. Ну вот, теперь наши точки могут выводиться в консоль. Итак, мы видим, что для того, чтобы создать объект типа Point, мы должны взять Pt и применить его как функцию к двум аргументам. С пользовательской точки зрения, конструктор Pt представляет собой не что иное, как функцию. Единственное отличие, что эта функция начинается с большой буквы. Однако у этой функции нет тела. Вместо того, чтобы выполнять какие-то вычисления, она просто конструирует соответствующий объект. Ну вот, перед нами еще один пример, как сконструировать, скажем, начало координат. Если мы рассматриваем этот тип данных, как точку на координатной плоскости. Сначала координат конструируется очень просто. Мы берем Pt и передаем туда два аргумента, 0 и 0. То есть вот мы получили некоторую точку. Итак, мы поняли, что конструктор это функция, конструирующая соответствующий объект. Как нам, имея некоторый объект, получить, наоборот, проинспектировать его и выяснить, какими свойствами он обладает? В Haskell для этого служит, конечно же, сопоставление с образцом. Вот пример функции, которая принимает значение типа Point и возвращает нам значение типа Double. Эта функция, смысл ее ясен из названия, она находит расстояние от начала координат до нашей точки. А для того, чтобы получить доступ к элементам нашей точки, к тому, что в ней хранится, мы должны использовать сопоставление с образцом. Мы пишем имя конструктора как образец. Дальше, поскольку этот конструктор имеет два параметра, мы связываем эти параметры переменными, ну и заключаем получившееся выражение в круглые скобки, потому что иначе получится, что у нас функция DistanceOfOrigin, это функция трех аргументов, поэтому каждый отдельный конструктор при сопоставлении с образцом, вообще говоря, заключается в круглые скобки. Ну, после того, как мы разобрали с помощью сопоставления с образцом, проинспектировали объект типа Point, мы можем, имеем доступ к тем значениям типа Double, которые в нашей точке лежат, и можем написать тело этой функции, ну, функция, формула для расстояния от точки для начала координат, она всем вам, надеюсь, хорошо знакома. Типы произведений эквивалентны кортежам соответствующего размера. В данном случае у нас тип представляет свою функцию двух аргументов, и он содержит внутри себя, соответственно, два значения подходящего типа Double и Double. Мы могли бы задать пару двухэлементный кортеж значений типа Double, и эта пара ввела бы себя ровно так же, как наш тип данных Point, ну, с точки зрения синтаксических тонкостей сопоставления с образцом. Однако использование именованных произведений часто удобнее, чем использование кортежей. Кстати, понятно, почему этот тип называется произведение. Фактически он описывает нам Декартово произведение тех аргументов, которые в нем лежат. То есть этот тип содержит, говоря объектно-ориентированным языком, два поля типа Double. Если бы у нас в типе было большее количество аргументов, то это было бы Декартово произведение трех значений типа Double. Ну, а если бы у нас там было String, Int и Double, то это было бы, соответственно, произведение трех, Декартово произведение трех этих множеств. Что касается именований конструкторов данных, то они могут быть любыми, и очень часто, особенно в случае, когда у нас тип данных содержит всего один конструктор, имя конструктора данных делают тем же самым, что и имя типа данных. Это довольно удобно. Никаких конфликтов из-за этого не происходит, потому что конструкторы данных используются у нас внутри выражения, то есть внутри реализации функции. А конструкторы тип присутствуют на другом уровне, они присутствуют в типе функции.